У вас уже была наша лекция про эпохи. А можно, как раз, спросить, что вам вам нужно рассказать? Курбодительство. Правда? Курбодительство. Курбодительство. Ганеры, библии, трепотажы. А, понятно. Табиблик, курбодительство. Все. Так, ну, все, я поняла. Поскольку обычные писем-то везде рассказывают про разные формальные произведения, а также, да, о том, как он выглядит, чем он делает, как он делает, как он делает. Скажем, формально выглядит по-другому. Я бы, на самом деле, хотела вам кратко рассказать то, что мы репортеры, современные репортеры, зонтые репортеры, мы сефели, долго думали сами и еще иногда общались, и выявили такой флизинок, чей обсущенный репортаж отличается от их жанров. И я кратко расскажу вам этот принцип, потому что мне кажется, что он помогает привести кузов в порядок и понять, в принципе, какая разница между текстами. Потому что разница между текстами, там, не в объемах, не в том, сколько там прямой речи или голосов, на самом деле. Вот. А в том, какой взгляд эти тексты строят, как они формируют наши пять минут. А потом, если у вас будут вопросы, я вам расскажу обо всем, что вам интересно. На самом деле, штука такая, кажется, немножечко заумной. Сейчас я вспомню, как я про нее рассказываю. Ну, грубо говоря, у вас, наверное, еще и физика есть, да? Грубо говоря, что, ну, как в физике, бывает двухмирная реальность, да? Ну, там, не знаю, квадратная. А бывает трехмерная. Да? Трехмерная реальность круга. Вот так я обозначила принцип различий между... И, допустим, многим другим же внести не жаль, не такими, как вам, основная заметка, там, начет или прочее. Очень хороший пример в колобках. А, с рассказкой про колобках. Вы... Вы, через то, что я показывал, например, праздницу, да? А потом попробую не выявить, через место. А, информационная заметка. Колобка свела леса, да? Ну, так, допустим, был колобок, а осталось леса, которое сделало колобок. Да? Это информационная заметка. Это как фотография. Вот. Квадратик. Некая информация, выкручивающаяся. Что вы можете сказать по этим колобкам, труктурам, прощей, да? Потому что колобка свела леса. Что вы можете об этом сказать труктурами? Вы можете его перезавить информацией, либо начать вокруг всякие привычные нам сейчас способы, ну, как сказать, просто поболтать. Вы можете это осуждать, что они с собой сделают, как так плохо. Это информация, да? Что происходит в репортаже? В репортаже происходит примерно те самые, как в каске, в которой есть все. И там мы имеем дом с дедушкой и мамой. И в котором он убежал. Который. Ну, я не могу выручить, но я сначала. Потом он убежал от заяца. Потом он убежал от медведя. Я уже не знаю, как это было. А потом он убежал от волоска. А потом он не убежал от медведя. Что мы можем сказать в правду в этой каске? Хороший колобонный фактор? Я даже не знаю. Какого поступка? Поступка? В лупой. В лупой. Вот кто-то скажет внутрь. А кто-то скажет, что он сумел и что бежал от медведя. А он на колобоку любит медведя. Видимо, он убежал от заяца, от волоска, от медведя, а от медведя не убежал от медведя. Вот такой мысль. Когда у вас появляется сюжет, то у вас уже нет фотографии, в которой леса съела колобок, а ты больше ничего. У вас кино. У вас сначала одно, потом другая, потом третья, потом четвертая. И что таким образом происходит? Происходит настоящий лучший срок. Потому что, когда мы рисуем в квадратической бумаге, он плоский, а мир реальный. Он другого качества. Он объемный, со временем, в общем, в нем гораздо больше измерений, чем мы его можем отразить в обычном тексте. И в репортаже есть приемы, которые помогают издать этот объем. И именно благодаря этому объему я считаю, я вам сейчас рассказываю то, что, как бы, то, что думаю я, как это понимаю я. Этот объем, он из-за того, то ощущение поглощенности мира в репортаже, то ощущение понимания реальности, и то совсем другое ощущение, которое мы испытываем, когда читаем репортаж. Можно даже на себе проверить, когда ты читаешь информационные заметки, или слушаешь новости. И вот это читаешь репортаж. Это два совершенно разных человека. Человеков, которые по-разному видят мир. И в этот момент, когда они читают эти тексты, люди савиджи, их восприятия, они становятся либо плотскими, либо мирными. Понимаете? Поэтому в репортаже есть еще очень негативная задача, да? Она форматирует, то, как мы воспринимаем мир. По сути дела, она частично создает человека. Вот. И этот объем, а-а-а, так называется, да? Этот объем создается в внутренней протяженности текста. Что такое внутренняя протяженность в сказке? Это сюжет. Да? И есть еще несколько объемов, которые, я как вижу по текстам моих коллег, помогают создать эту внутреннюю протяженность, в которой вытягивают объем, в смысле, объем внутренней, да? Объем. Объем. Вот. Это протяженность. Есть просто несколько объемов, которые используют другие. Каждый из этих репортёров сам придумал к себе это. Да? Это, как бы, результаты на внутреннюю протяженность. А мы в том, что это так активно. И они, это очень иначе, что мы можем посмотреть, как прилетело, и использовать либо не использовать то, что сделать бы у него. А есть эти партнеры, которые создают внутреннюю протяженность текста за счет движения эмоций. Движения эмоций. Движения эмоций. И здесь тем, я рисую на самом деле, что это просто было там понятно. Движение эмоций, это когда, например, он приходит к человеку, да, он противный, несколько пройдет за мной. Ну, я вообще очень люблю это за мной. Да. Вот, допустим, здесь так, что он отвратительный, да? И здесь, ты приходишь к нему, и он будет противный, а ты начинаешь с ним общаться и начинаешь об этом общаться. И снова будет у тебя отвратительный. Он будет, он будет, он будет, он будет, потом ты что-то применил к тебе. Потом, ты внести ужин к родным. А потом, ты узнаешь, что он, на самом деле, там, точно какой-то отсторг, и таким образом, он в конце, он будет, там, не знаю, достопробный, практически он будет, вот такой. Он продолжит быть отвратительным. Движение мысли. Мне кажется, что начальник Дмитрий Соколкович использовал часто в своих репортажах это. Это через понимание. Допустим, у него был репортаж по русской православной церкви. Он приходит и видит, что русская православная церковь какая-то не такая, как можно выходить в ней. Дальше у нас говорится нечего. Приходит к слову, что русская православная церковь изменилась в соответствии с индивидуальным ненравом, но как-то так изменилось, что мы читаем об этом, раньше об этом не думали. Мы понимаем, что это большее. Мы не понимаем, что церковь тут как православная церковь и так далее, либо что это замечательно, наверное, ходить в церковь. А мы понимаем, что это принципиально. А есть еще мой любимый репортаж Майна Дмитрова, который... Эта протяженность дает совершенно присущим ей способам, да? Это движение через отношение героя-геронализма. То есть она приходит к самому герою, да? Ну, у нее много разных прекрасных текстов, но вот если, допустим, он вообще просто строит схему одного из них, то, допустим, она приходит и начинает разговор с человеком, а как будто бы издалека у нее замкнут, да? А потом она ему говорит, что это настолько длинное, что проблем нет. А он начинает истерить, они ссорятся, а потом в конце, там, договорились и будут слышать с ней, да? Это для меня это предложение другое. Вот, это три примера того, как развивать, да? Но у вас внутри на самом деле все в другом происходит в этот момент. Так, я там и сказала, извините, как все получилось в другом. А у вас внутри происходит каким образом? Вы выбираете темы этих. Вы ее выбираете в связи с того, что вам важно и интересно, да? У меня у меня когда-то просили сказать вам, как я принимаю поиск темы этих. Я могу вот так кратко запасаться, да? Кратко, мне кажется, кратко запасаться. Есть формальные требования, которые вам предъявляют ваши акции, да? Они говорят, что все получили тысячи. Три тысячи знаков, пять тысячи знаков, двадцать тысячи знаков, да? Они говорят, что у нас в издании принято там, чтобы было много делов. Типа. Или там, должно быть веселенькое там, или шишкинг. Разные, да? Разные требования, да? Бывают редакции такие, там, у нас уже построены на верхней кондиционерной, которые говорят, что ваш текст должен, там, допустим, открывать на замене то, чего раньше не знали, но не было. Создавать много программ для страсти, как с ним не надо. Вот. Вы берете формальные требования, да? Потом вы берете информационный фон. То, что диктует вам информационное пространство. То, о чем сейчас говорят, то, что сейчас интересно или неинтересно, в случае любая акция будет предложена с этих вещей, да? Но это, ваш стиль на самом деле нет. Если вы называетесь тем, что некогда из нас не будет настоящей журналистикой, он не стоит к этому относиться к религиозной, потому что даже на иске какая-то она такая, и она такая. Да? Ваша задача на самом деле – это отличница. Ваши вопросы. Ваши вопросы у вас как человека, то, что вам непонятно и не хочется понять это в мире. Вот вы почти, допустим, что, не знаю, что офисный работник какой-то электрической фирмы взял пистолет, пошел и застрелил несколько человек. Почему это интересно? Не потому, что 10 человек поднимут. Это будет вставать информационный фонд. Он вам скажет, чем больше человек поднимут, тем больше интересного текста в этом. Это интересно не потому, что это подходит в формации нефти. Хотя это все не будете учитывать. Это интересно потому, что никто не знает. Почему ты не знает, что я сделал? Зачем? Как такое может быть? Да? Или, например, вы смотрите, что все гновят, там, не знаю, бойцов ОМОНа. Бойцы ОМОНа как бы, грубо говоря, отвратительные, мерзкие такие, там, в горных режимах или сочи, так далее. А вы посмотрели на бойца ОМОНа? Ну, парень симпатичный, как бы по глазу улыбается. Почему он монстр? Как так? Мы пошли к Тамаруицу, мы туда подали репортаж. И мы нашли репортажик с того, что он от родителей убежал и так далее, пробовали, молились, застроили каждый мир. И как раз поняли заодно, почему все все хотят поменять, да? И почему помнили все? Это ваши вопросы. И даже учитывая формальные требования вашей редакции, даже учитывая информационный фонд, который вам диктует, надуманные законы. Но эти законы, они необходимы, потому что они собирают множество из нас. Если каждое издание, каждое издание, каждое журналист издание будет задавать свои собственные вопросы, то мир просто развалится. Информационный фонд собирается на скаковочный пациент. Поэтому вы можете говорить со всеми 300 тысяч человек, 2 миллиона человек. Именно благодаря тому, что вас собирает эта штука. Но даже здесь у вас огромное пространство остается. Огромное пространство, в которое вы можете искать свои собственные вопросы. И, скорее, из этих ваших вопросов, достраивая к этому миру, там, где ничего не понимают, где не понимают ничего, и другие вы себе видите там. Или что-то не так, или что-то не ясное, или что-то по тому, может, не правда ответить и понять, что он правдит. И эти вопросы, очень много этих вопросов будет в рамках вот этих требований. И на стыке всего этого вы можете найти. Итак, исходя из этого, есть нормальный признак, и я считаю, что тема для текста это важные и интересные важные для вас вопросы, которые совпадают с темами и техническими вопросами. Вот. Какие вопросы? Может быть, что-то есть, что вам просто интересно задать? Не обязательно. Конечно, хорошо, если у вас там какие-то вопросы. 15 секунд, наоборот. 15 секунд, наоборот. Окей. Любые вопросы по тому, как вести репортаж, как искать герои, как вести себя на месте событий, там, и так далее, и так далее. Любые вопросы по тому, которые мы говорим. Если у нас уже есть тема, но нет какой-то признанной новости, от которой мы не могла чуть-чуть сказать, то, как лентидировать для выше темы. Если у вас есть тема, то новость – это только один способ лентидировать для выше темы. Есть очень много способ лентидировать. Да? Но, зависит от нашей темы, вы просто выбираете того, кто вам не подходит, не обязательно, чтобы это поможет. Если, допустим, вы скажете, какая у вас тема, то мы можем каким-то предметом принялом подречем. Ну, допустим, тема Крыма, всего Крыма, который мы сейчас видим. А вы хотите, чтобы написано Крым? Да, но в основном это личная история людей, ключевых. Мы можем найти, чтобы написать о Крыме, что и в этом, чтобы это личная история людей. Тогда мы должны найти такую личную историю, которая подходит под эту историю. Информационный план о Крыме, что он называет? Вы просто, допустим, живете, и вас интересует посттерриториально, на самом деле, предпочтение. И вы смотрите на историю территории, и смотрите на историю картину, которая там пишется. Что там есть? Там есть, допустим, украинские люди, там есть суперкум припатрибут. Там есть люди, которые попытаются строить там новую свою жизнь. Новую жизнь в России, допустим. Там есть какие-то социальные проблемы у наследования стабильного строя. Там есть проблемы, которые связаны с новой крови. Так что он зашел и потом не стремился. Это все, что я перечислял. А именно способ поиска этих героев не, скажу так, их тема, а именно способ. Как вы сказали? Ну, как вы сказали? Спасибо. Вы выбрали эту тему, допустим. Я расскажу, как вы набираете, да? Допустим, вы хотели написать о том, как строить новую жизнь в Крыму. В Крыму есть одно лицо, которое засветилось больше других и не по официальным каким-то каналам. Там есть моль Севастополь. Там есть моль Севастополь. Там есть моль Севастополь, там есть моль Севастополь. Там есть моль Севастополь, который в период, когда Севастополь неясно было, то ли ему армия появилась, где он будет с этой Россией. А Талфа его сбрала мэр Севастополя, его организовывали на получение, и он организовывался так, что взял вести русские политики, и он же подписывал соглашение с вручением УТР. И для этого это самое лучшее, ну как самое лучшее, что он не национальный политик. И после того, как все это закончилось, он организовал, он создал агентство стратегического развития Севастополя. Фактически он корректирует новый город. И там, в его проекте нового города, есть разные люди задействованы. И когда звонишь любому источнику в городе, можно позвонить журналистам, коллегам, да? Можно копаться в социальных сетях, если вы говорите. Можно звонить официальные организации, да? Да, можно спрашивать, что у вас происходит исходя из этого, вы можете вытащить и вы решаете? Мне кажется, если я правильно приняла ваш вопрос. Такие дела. Да, в итоге, вот этот текст про то, как правы реактивы на русском стопах. Но там реактивы вполне не получится. Есть очень много людей, которые везде с ним доверенностью, которые оказываются. Заряжали моральному оборудованию. Все время, пока, все время, в Севастополе. Они создали музей, который рассказывает историю, как они ее видят. Да? То есть, слушательно. Они писали учебники. Они встречались со школиками. Они делали кино, которые смотрели из Севастополя. И это вы видите, как говорили на снах Распорта. Вот. Ваша проблема в том, что вы хотите написать о Крыме. И вы можете выбрать, что это может быть. Да. Да. Поэтому, кстати, новости считают тоже полезными. Не потому, что нужно делать на интернет новостей, а потому, что пока вы будете писать новости, вы будете понимать, что там происходит. И можете проводить. Вот. Да. А тут вопрос, если история про Плюм. У нас как-то получилось, что все истории будут готовы? А вы туда понедельцы, что ли, все? Нет. А как будет человеческие истории или... Пробежницы, которые живут в России? Что ж так? Пробежницы, которые живут в России и для телеменажных родственников, которые... А-а-а. Пробежницы не из Крыма же? Ну, не только из Крыма. Ой, не из Крыма, не из Крыма. Да, и из Крыма тоже причаотники. Так, конечно, это готовая история. Вам уже не нужно искать. Да, но как вести себя, если ситуация реально трагическая? Все, как ты там и общаешься. То есть, вы искать ничего лишнего или как? Да, это не будет. То есть, каждый человек, который выучит специальные человеческие истории, вы знаете, или портел. Как правило, обладает такими качествами, которые называются из БАНИ. Вы понимаете, что можно говорить человеку, а что нельзя. Но здесь помогает часто. Четкое понимание, кто вы и кто они. Да? Здесь журналисты. А есть герои. Мальчик, беженец из Донецка. Беженец из Донецка? А он живет у друзей или... Нет, так получилось, что были родственники России и купили квартиру. А, то есть он живет в своей квартире? Да. Ну, ситуация, наверное, слишком трагическая. Так, его целое время, когда они пересекали границу. Он остался уже только с матерью. Угу. А есть... Есть вообще проявительные психологи, которые вам могут рассказать точно, да, про это. И я могу вам рассказать только то, что я не находилась использовать, да, в этих вещах. Так, первое, что я сделаю, я прихожу к таким людям, как беременные люди. И мы делаем прямую службу к жалостям, но при этом не имеем массы работы. Я просто обычный мирный человек, который прошел в год. Да? У каждого нас кто-то умирает. И у каждого нас кто-то умирает. Мы приглашаем всех к другому. Но, поскольку мы можем поговорить с этим человеком, то вы можете расспрашивать эти люди о том, как они живут, что для них важно сейчас, и о том, как они ведут ближайцев. И они все равно, скорее всего, они начнут вам рассказать. В конце концов, если они уже там доверят, то у вас нормальный человеческий разговор. Нормальный человеческий разговор предполагает, что виноват говорит о том, что для них это самое важное. И в этот момент важно понять, что когда у человека придастся в большей школе, очень часто им нужно об этом кому-то рассказать. Это нормально, когда кто-то что-то рассказывается о своем воле. Возможно, им что-то действительно нужно рассказать. Допустим, они считают, что это было неправильливо. Допустим, они хотят, чтобы кто-то за это ответил. Либо же они хотят предостеречь других людей, чтобы с ними не произошло то же самое. Это все очень важные, важные вещи, это важные цели, которые вы приносите с собой как журналисты. Журналисты есть цели его работы. Первое, вы рассказываете о мире право. Вы помогаете людям учиться. Учился на уходе друг друга. И вы помогаете людям сказать то, что они хотели сказать, чтобы кто-то услышал. И это все может быть нужным и роликом. И тогда он расскажет что-либо, но не ради вас. Не потому, что вам нужно получить гонорар. Потому, что это не отважно, но и все в целом. Единственное, что нужно смотреть обязательно. Если человек слишком погружается и чувствует, что он очень плохо. То вы тут понимаете сами, насколько вы готовы его пользоваться. И зачем вам это нужно. Некоторые, знаете, понимают решение, как можно больше боли, чтобы эту боль оттолкнули в сердце. Чтобы все почувствовали его боль. Ну, а я, допустим, знаю, в Крымске, когда была там, там бабушка была, у которой уничтожили дом. Ну, обычно там было миллион таких бабушек, у которых уничтожили их дом. И она была в больнице, ну, в больнице, там, в пункте для лошадьцев. И к клинице ехала одна семечная группа. Она рассказала, как она донула и как она видела, как уничтожили. А вторая семечная группа приехала, она опять рассказала. «После третьей семечной группы через 15 минут бабушка с партнером из-за скорой». Вот. Поэтому тоже нужно смотреть, насколько ваш герой вообще, и сколько времени будет идти этим всем. Но, вы смотрите, окупают жесткие журналистские культуры, профессиональные культуры. Которые ученые вам говорят, что вы можете делать, что нет. Вот, там, не знаю, или общество вам пытается доказать, что вы можете делать, что нет. Современная журналистика русская. Она удивительно находится в состоянии. Она устроится, она подвижна. Фактически, судебную журналистскую культуру мы сформулируем сейчас. Поэтому путь идет в свой выбор. На свой страх или нет. Просто я бы посоветовала четко понимать, чем и тем не так далее. Я ответила на что-то? Спасибо. Может быть, еще есть какие-нибудь вопросы? Да. Кто там? А, да. Обязательно предоставить перед написанием репортажа один вопрос, единый. Который, ну, допустим, сверху. Ради чего ты пишешь этот репортаж? У моего редактора одно время был льдаевский период, когда он требовал сесть напротив него и сказать, что нового ты принесешь этим текстом. Я хочу написать репортаж. Я хочу написать репортаж. Там, взорвалась шахта. Я хочу написать репортаж не о том, как это было у нас в этих рассказах. Хочу поехать туда спустя две-три недели и понять вообще, как этот организм шахту переживает подобное. Как в него встраивается маккутуру шахту, как-нибудь очень. Могут после этого встать мысли. Вот. А сейчас ты мне говорит, и что... Какую новую мысль ты принесешь в тех... Принесешь в тех, которые я их не знаю. Потому что это не было. И если вы придумаете мысль заранее, что вы хотите оттуда понять, не вопрос, а мысль, да? То вероятно, что вы просто... Это ваша иллюзия, вот этот мир, который вы себе придумали, допустим, красивую мысль, что вот там шахтеры, такие все, например, жертвованные хотят, они не знаю, хотят подвинуть к героям. А вы не придумали это, поехали, а вы не увидите реальности. А вы просто будете подтягивать реальность от ваш мир, и любой, кто подсюда видит что-то на пальцы. И я, например, для себя оставлюсь до вопроса. Что, как бы, вопрос, да? Так, где там все на самом деле, так как там все на самом деле, да? Или почему это произошло, да? Какой-то вопрос мне помогает. Если вы вообще без вопроса поедете, то очень важно, что вы потеряетесь. Потому что этот вопрос как бы инфиксирует вас, как человека, который что-то хочет на инстаграме. А если вы говорите просто, вот я на все смотрю, то вас умеют просто на кусочки отзорвать, и вы не сможете ни на что-то. Вот. Бывают вопросы, как это происходит. То есть, андартный вопрос с фатажей. Допустим, вы едете и писаете фатаж с митинга. Это скучно. Ну, там, например, я не знаю, с чего-нибудь, с чего-нибудь. Кто-нибудь куда-то пошел, что-то делаете, какие-то с ним. Тогда вот вопрос, как именно это происходило, как помогать читателю и видеть вашему мнению. Вот, я ответила вам. Если я ответила, то задавайте дополнительный вопрос. Да, есть ли кто-нибудь, кому-нибудь что-нибудь интересно по их фатажам? Ну что, раз вам интересно. М-м-м, времени у нас еще дофига. Давайте прожим тренинг. Вы репортер. И вдруг вы встретили человека, с которым, возможно, вы сможете узнать, что-нибудь для вас интересно. Вы вообще хотите быть репортером? А то есть у нас есть какой-нибудь человек, который уже не работает. О, круто. Ладно. А почему вы хотите быть репортером? Кто-нибудь может рассказать? Почему именно репортер? Мне нравится общение с людьми. Чтобы изображать реальность многопланово. Это не знаю. Это вам интересно? Да. Очень интересно. Мне кажется, что репортаж, как жанр, он наиболее хорошо может относить многогранный смех. Да. Или же в ФИСКУ. Да. А что, вы не верите в многогранном мире? Нафига? Ну, а что? Зачем были многогранные телесные? Можно же чего-то? Чтобы люди не заблуждались. Если просто какая-то новость, информационная заметка, они прочтут и просто особо ничего не поймут. Сделают какие-то свои выводы. Хотят, потому что они не узнают эту ситуацию. Ну да. А вам что, ребенок? Ну, просто репортаж, он говорит, показать ситуацию именно с некоторых патистических сторон. То есть позволяет сделать панораму мнений, панораму позиций на этой ситуации. А почему вам интересна панорама? Потому что надо заставлять людей думать своей головой. Говорят то, что они думают об этой ситуации. Немного мнений. Вы хотите, чтобы люди думали? Нет? Нет? Правда? Нет ничего. Нет, я серьезно спросила. Я их в комментариях. У меня это же цель, что она очистилась. Поправо мне задали что-то. Так, он заканчивается здесь. Это круто, на самом деле. Да. Если вы правда так хотите, то это очень здорово. Мне кажется, что мотивация над самой лыжой, это то, что сейчас я потерю. Но такое дело, наверное, я хочу вам сказать, что, возможно, когда вы будете работать, вы будете единственным человеком, которому нужна эта мотивация, обещать среди наших людей. Такое может быть. А может быть в другом. Вот я вам желаю эту мотивацию унижать. Вот. Такие дела. Вы когда-нибудь, ну вы писали уже репортаж на них? Да. А бывало ли у вас так, что вам нужен герой, которого вы никак не можете достать? Бывало так, что в процессе репортажа у тебя меняется вообще тема, о которой я хотела записать, потому что ты понимаешь, что ты шел с одним, а в итоге получаешь совсем другое. Да, это круто, и это как-то должно быть. А где ты говоришь, вопрос? Просто очень сложно переличить именно вопросы, которые ты сам не всегда ставил в голове, когда шел туда, да? А потом ты просто говоришь, что ты вообще на другого не решишь. Это вообще, если это произошло, это вообще очень важно. Ну, так важно. Скалозмирничный, например, дурмовит, он такую схему нарисовал. Смешно, что, короче, когда репортер приезжает, он ничего не понимает. Потом он начинает понимать, потом он опять не понимает. Это, на самом деле, частично, потому что о том движении просто как помню. Так, а какие у вас были герои, которых вы не смогли достать? Заключенные. Да? Заключенные. Заключенные. Заключенные, а вы не смогли достать, потому что у вас психи не пустят. Да. Понятно. Заключенные. А так и так вы пытались его достать? Мы разговаривали, мы сразу не увидели. Я разговаривала с теми, кто ходит, ну, добровольцы, которые ходят в тюрьму и общаются с полученными, с ними разговаривали. Ага. Все они с наследами. Ага. А вы пытались через них его достать? Ну, да. Так. Смотрите. Попробую что-то сделать. Так. Я хочу, чтобы вы послалили, что это не стёки было, и что-то будет не писать, потому что не будешь сами обнимать. А что с вами произошло? Почему удобно? Вам сказать? Скажи. Это, на самом деле, типичная ситуация. Может, есть ли это будет неодопад на вашем теле? А. Ну, они не откручиваются. А, я вам уже открутила и закрутила, представляете? Вот таким образом этот партнер стал проявить реальность и понимать как на самом деле. Короче говоря, смотрите. У вас есть герой, да? Какой? Вот любой герой. Вот этот человек, да? У вас есть герой. Какой? Вот любой герой. В тот момент, когда вы хотите на него добраться, физически, просто получить интервью, да? Его увидеть. Вы действуете в социальной реальности. В социальной реальности? Ну, вообще, по-моему, что все. И в этой социальной реальности этот герой находится в каком-то донусе? Условно, мы с этим. Да? Ну, сейчас у человека находится, в смысле, тюрьма. Тюрьма – это система в состоянии. Социальная система. Ладно, точно будет, закрепляйте. Вот. Социальная система, в которой находится ваш герой. И вам нужно пройти в эту социальную систему, чтобы не добраться по-другому человеку. Сейчас мы наше панкроме, как физически-то. И каждая социальная система действует по своему закону. Для того, чтобы добыть зимой, а там уже действует по закону для системы. Да? Когда мы не понимаем, насколько функционирует система, мы начинаем делать все подряд. Да? То есть, все, что можно дотянуться, куда можно дотянуться, наферивая, разговаривая, везде ходим, стоим потоктами, чем мы, смотрим туда, да? Это совсем не бывает. Все журналисты. Да? Но это все бессмысленно. То есть, вы просто тратите свои силы. А не только дотянуться, я говорю, а мы можем делать законы системы. А законы действуют какими? То есть, есть жесткая агентная система. Она работает только официально для журналистов, за редкими исключениями, которые мы собираем. что бы попался, вы говорите, мы можем отправиться в запросы, применение реализации, в пресс-службу, в управление стране исполнения наказания, в Москве. Нужно в этой запросе. Четко прописать, что вам нужно. Четко прописать, потому что эта система принимает только бумажные сигналы. Если вы скажете, мне надо поговорить с Георием, они будут знать, что вам дать. Им нужно четко, вот знаете, как программу. Видите, информатика бывает? В общем, нет. Программа. Вот у вас там нолик один, все параметры нужно задать. Но также нужно составлять запрос в СИИ. Сколько времени? Точно сколько времени? 25 минут. Вы пишете. Какой человек? Сколько человек? Четко пишите, сколько человек. Четко пишите, в каких условиях. Личный разговор. Либо вам нужно посмотреть, как действует тюрьма и так далее. Все, что вам нужно, вы должны прописать. Потому что если вы не начнете, что просто мне надо попасть в тюрьму, да, они сделаны по своим каналам. А правила социлин для приема гостей, это всех заключенных за него в один парад, а гостя ходит по всем остальным подчинениям и скажет, что нет. Это все, что в СИИ так работает. Да? Милиция, например, полиция работает. Это другая система. Когда вам нужен полицейский, посмотрите. Совсем по-другому. В полиции есть две части официальные и неофициальные. Официальная система работает так, что они вам весь мозг выдают. И официальная система в полиции работает таким образом, что полицейский ничего не будет вам говорить. Потому что за каждое сказанное слово он будет отвечать не скажу, каким я стану. Вот. Они официальные. Они могут отвечать. Так? Я хочу, например, вы здесь очень личные знакомы с платежкой. Вот что касается полицей, военных и прочего, прочего. Девушки вообще, мне кажется, название невероятное голосом. Не потому, что… А не потому, что… Вот такие немножко какого-то варианта есть. А потому, что у Ферцейкова, любого права мужчины не погонных, всегда легко отполагать с девушкой. Это просто приятно поговорить. У них в культуре есть такой формат. Показать, где вы играете. Да? Мужчинам еще нужно на предлог что-то поговорить. Какого хрена я буду разговаривать с этим мужчиной? Да? Со Штанским, да, допустим? Который еще не деприхвативно служит. Какого вообще? У девушки всегда можно. Поэтому в полиции нужно действовать немножко по-другому. Через личное знакомство. И лично, фактически по понятиям объяснять, а чем вам это нужно. Если ваши понятия будут искать понятия, тогда… Вот. Точно такие же системы вы делаете каждый раз, когда вам нужно 20-го раз. Вот ваш первый – администрация работает. Вы смотрите, администрация, по каким законам вам действует? Как будет? Да? Это вообще надо? Понятно. Да? Вот. Короче, я видела. Я предприняю, который уже много рассказывала. Текст про Навального. Навальный баллотируется в Мэры. Его будут поставить в тюрьму. Всем нужно. Всем. Параллельный был противоборный штаб, да? А противоборный штаб, в котором работают полонатюры. То есть две реальности, да? Навальный. Пресс-реальность. И противоборный штаб. Все журналисты звонят в его пресс-секретарюку, которая по секретарю сказала, что только Сербузина. И она всех отживает. Да? Прежде всего, в предыдущем штаб пропускают всех. Любой человек может прийти в него в штаб и сказать, о, ребята, привет. Ему скажут, привет. Факт, там, на камеру. Да? Ну, они все с компьютерами. Все ходят. Там Навальный расхажен. По одну, по другую. Потом он все рассказывает. Потом он приедет интервью. В тем же момент, если ему только хватило. Да? А параллельно приходит съемочная группа какого-то американского здания или пункта. Какого-то. Стоп. Они, короче, берут этот штатив с камерой, ставят посередине. Там такая большая полка, такая, и всеми товарами штатива, там шуршают, шуршают, как на ней. Они их ставят, смотрят посередине. Втроем. Делывают микрофон и громко обсуждают. Я не помню, что, по-моему, образование. Там какой-то журналистка в Нью-Йорке и все что-то. Вот. Приходит пресс-секретарь. И их где-то приводят. Потому что от Навального занимают никуда это дали. А там Барлахнов. Ну, Барлахнов не журналист, но все равно. Там. Я там действительно у нас в трейдере сидела. И все знали, что это журналисты. Вот. И, собственно, их выгонят. А вот, знаете, что я говорю? У нас... Мы выполняем социально важную функцию. Мы журналисты. Вы социально ответственны. Вы политикой. И должны им дать интервью. Они не транслируют свою систему ценностей. Они должны офигеть начать. У него предуборная кампания. Предуборная кампания. Это время, когда им нужно максимальное количество сторонников, которые будут за него видировать. В его реальности есть только те, кто за него и против него. И все. Вот это почему-то, это уже не надо. Приходим на то, что и все. А после этого было большое заградение визу, во время которого он вам полтора часа рассказывал. Своей деятельностью. Потом еще давал другую информацию. Что такое? Это... Если вы приходите по поводу реальности, вы должны быть по незакону нормальной. Ваш текст будет другое. Что такое? А когда вы разбираете, он будет визуально. Вот. Да. Спасибо. Не надо. Ну что, хватит там уже? Нет. Если есть вопросы, давайте пока один вопрос. Так. Если у нас была эта проблема, но мне кажется, мне ее не надо было обсудить. Человек по поводу. Вам нужен человек, с которым вы могли бы поговорить, чтобы обсудить все шутки? Да. Какие девочки? Да? Какие девочки? Любой из коллег. А вот пробовали все из коллега? Нет. А почему? Нет. Ну а вот здесь вот есть среди данных, кто же человек? Давайте сейчас обсудим, что это делаем. Да. Конечно, что бывает проблема, что молодежь стала интересоваться и слушать. То, что не знаю, то, что надо с ним, то что надо с ним с якорой, то есть потратить. А молодёжь скажет, что с ним с якорой. Ну вообще вот сような скорой, и уже там не будет. А у вас инструкция? Да. Ну и молодёжь. То есть мы можем сказать. А на исключение? Да. Но если есть такое решение какой-то, то мы не скажем, что тут нет. Нет. Просто я на суде, то, что мы вот по-другому, по-другому, на моему разуму со мной читаем, Да, первое. Мне кажется, это возможность действительно проблему. Интересная и важная, которая может быть источником темы и опасающей. Что говорит власти в этой проблеме? Смотрите, вам интересно, почему правильно вас беспокоит, что молодежь не интересуется историей? В какой статье вы будете спрашивать взрослых об этом? А что они об этом знают? Какая информация относится к чему-то? А, вы считаете, что они отвечают? Ну, там какой-нибудь рассказывать, всё, чтобы интеллектуровать. А, да и вы можете спрашивать, почему взрослые не рассказывают свою историю? Нет, почему они не примирят себя надеяно? Возможно, да, это не причем для оборудования. А, представляете, если найдете кто-нибудь, в котором взрослые не интересуетесь историей, а ребенок интересуется просто сам, потому что он так решает. И тогда вы поймете сразу в чем-то, да? Каким образом происходит механизм такой, да? Передача истории, где-то умная. Вот. Ну, а что вы там беспокоит? Вы хотите обсудить? Кто-то сказала, что это крутая система? Не знаю, что здесь все хорошие темы, да? Я хочу сказать. Ну, вы не можете узнать, кто-то будет. Наверное, просто вы поположняете на самом деле такое. Как бы неинтересно, потому что вы даже забываете, что вы раньше. Которые не интересуются, но не изменялись. А вообще волнуйтесь, взрослых их действий. Это важная тема, да. Мне кажется, если вы будете, допустим, задавать вопросы такому человеку. Допустим, отцу ребенка, который вообще не знает историю или нет в другом времени.